Папа дома Папа дома Папа дома Папа дома Папа дома Папа дома чаще спят, потому что щелчок уснул, минута прошла, вроде бы минута, а смотришь, уже час прошел, и время ускоряется. Поэтому топ-5 лучших книг, прочитанных в армии. Если у вас есть библиотека, заходите, ищите эти книги, читайте. В любую удобную ситуацию. Я понимаю, что есть разные части, где невозможно даже присесть, но если у вас есть время, уделите книгам. 5-10 минут. Даже вот, скажу по секрету, у меня в течение зимних месяцев в кармане, вот здесь под бушлатом, был сборник Пушкина. Я заучивал стихи, чтобы на плацу стоя на разводе, каждый день в 5 вечера на разводе стою, стучу. Я повторяю эти стихи, чтобы во-первых, что-то новое было, и плюс голова постоянно, чтобы работала. Первая книга в моем топе, это Рэй Брэдбери, его сборник лучших рассказов и два романа еще тут. Помимо известного романа «Четыреста пятьдесят один градус по Фаренгейту», тут еще очень много таких коротеньких рассказов в стиле Чехова, скажем. Ну, коротенькие. И они мне больше понравились, чем его известный роман. Знаете, это великий писатель, я считаю, потому что он так широко мыслит, у него нет границ, столько фантазии. Это просто удивительно. В каждом рассказе какая-то новая идея, которая переворачивает ваше сознание с ног на голову. Вы открываете, узнаете что-то новое. Это как посмотреть фильм и вот с такими глазами под впечатлением сидеть. Это как вот посмотреть «Интерстеллар», я тебе говорю. Любой рассказ пробудит в тебе интерес. Все абсолютно интересно. Но мои любимые, я записал это «О скитаниях и о земле». «О скитаниях вечных и о земле» это просто бомба. «Электрическое тело пою» и «Грянул гром». Удивительная кончина Дадли Стоуна. Ну, плюс «Марсианские хроники» это роман. Прочитайте, это безумно круто. Я оставлю в свою полку лучших книг. Его можно брать и читать в любое время. Это «Фантаст», «Смотритель в будущее». Это, это, это классно. Вторая книга, не менее великая. Это книга Ричарда Мэттисона «Я легенда». Но в этой книге еще есть один роман под названием «Невероятный уменьшающийся человек». Но «Я легенду» вы знаете, потому что есть фильм с участием Смита. Это легендарный фильм и книга тоже легендарная, но она по сюжету чуть-чуть отличается и она более глубокая в книге. Там просто экшен, очень интересный. А здесь более глубокий смысл. Советую прочитать. Оба романа, они тоже необычные, с особой идеей. Ну, что уж тут говорить. Смотрите, сзади, что написано. Роман породил целое направление в литературе, из него выросли такие мощные фигуры современного литературного мира, как Рэй Брэдбери и Стивен Кинг. Сам Стивен Кинг отзывался хорошо об этой книге. Стоит прочитать. Поехали дальше. Третья книга. Карлс Руиз Сафон. «Тень ветра». Безумно, безумно качественная книга, я так скажу. Современная литература. Автор еще жив. Но читается, как будто бы написано вот в 19 веке. Я имею в виду, язык настолько идеально, вкусный, столько сравнений, метафоры. Это настоящая литература. Затягивает. В ней много головоломок, много таинства, историй. Это стоит прочитать. Третья книга. Поехали дальше. Четвертая книга. Музыкальная, ребята. Кстати, если хотите, чтобы я сделал топ-5 самых крутых книг про музыкантов, их я очень много читаю, ставьте лайк и об этом пишите в комментариях прямо сейчас. Четвертая книга. Пиво. Кулплей. Книга про мою любимую группу. Биография великолепной, легендарной группы Кулплей. Что говорить? Эта группа, единственная группа, на чьем месте я бы хотел оказаться. Это большая семья, самая добрая семья, которая создает музыку вселенскую, внеземную, космическую. Кстати, если объединить вот так две книги, то они были бы хорошими друзьями, потому что взять если саундтреки группы Кулплей и включить их под эти рассказы Рэй Брэдбери, то это будет идеальная стыковка. Космическая музыка Кулплея советую послушать. Группа, которая сама себя создала и стала великой. Вы просто ее не слышали, возможно, стоит послушать и понять, что эта группа останется на века в сердцах людей. Как они поднимались, тоже здесь все прописано и меня это все впечатлило. Есть крутые картинки. Ребята, 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 поехали. Дальше пятая книга. Пятая книга называется «Как вдохнуть жизнь, новую жизнь в бизнес?» Но самое главное, смотрите, Pixar. Да, это та самая анимационная компания, которая создала такие легендарные фильмы, как «История игрушек», «Тачки», «Корпорации монстров» и так далее. Pixar была убыточной компанией в самом начале. Столько разных вопросов раскрывается в книге. Даже раскрываются вопросы о том, как они выходили в рынок акций. Все это очень интересно. В конце мне стало грустно, что книга закончилась. А именно такие книги, которые не хочется, чтобы заканчивались, являются самыми лучшими. Читайте, ребят, становитесь лучше. Если хотите вторую часть данного выпуска про лучшие книги, потому что книг много, еще стоит сделать топ, напишите об этом в комментариях. Если набираем 7000 лайков, я выпускаю полноценный разбор, чуть не сказал, на автомате. Еще один топ, ребята. Ждите видосов с армией. Все будет круто. Всем до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok